Читайте, люди, книги о войне. Не бойтесь слез и горечи и страха. Читайте, люди, книги о войне. И не стыдитесь горевать и плакать. Ведь тех, кого не стало за войну, кого сожгли, убили, растоптали, они за нас, за наши жизни пали. И то, что живы мы, а не они, случайности жестокая примета. Храните в душах вечные огни и дорожите их горчайшим светом. Это слова поэта Руфь Тамалиной. Читая книги о войне, мы возвращаемся в те далекие годы, оживляем свою память не только описанные события и героев, но вспоминаем своих родственников, земляков, воевавших на фронте, ковавших победу в тылу. Книга о войне является как бы связующим звеном. Между нами, нынешним поколением, и ими, поколением сороковых пороховых. Мы не видели войны, но мы знаем о ней из книг и фильмов. Реже из рассказов тех, кто ее перенес. Книги о войне – это литературные произведения, дающие нам, читателям, представление о Великой Отечественной войне, самой большой трагедии прошлого столетия. В нашей библиотеке имеется много книг о Великой Отечественной войне, мимо которых нельзя пройти стороной, забыть о них, потому что они заставляют нас задуматься о жизни и смерти, войне и мире, прошлому и настоящем. Мы предлагаем вашему вниманию книги, посвященные Великой Отечественной войне, которые стоит читать и перечитывать. Предлагаем вашему вниманию познакомиться с книгой Олеси Адамовича Даниила Гранина «Блокадная книга». Она состоит из двух частей. Это вот в руках у меня первая часть. Это суровая правда, суровая книга о блокадном Ленинграде. Героизм и мужество, слава и бессмертия ленинградцев, выстоявших в нечеловеческих условиях, защитивших свое достоинство, свой город. Спустя время поражают умы и сердца людей, живущих на земле. Как же они все это вынесли. Блокадная книга написана совместно с Олеси Адамовичем Даниилом Граниным. Основана на воспоминаниях и дневниках сотен блокадников. Среди свидетельств тех страшных дней ученый-историк Князев и погибший подросток Юра Рябинкин. Еще одна книга, которую мы хотим вам предложить познакомиться с ней. Виктор Некрасов в окопах Сталинграда. Это самая известная книга Виктора Платоновича Некрасова, замечательного русского писателя. Едва ли не впервые здесь прозвучала неприглядная правда о войне, которую позже назовут окопной. Рубленные фразы, просто и лаконично рассказываются здесь о фронтовых буднях, о том, что война – это тяжелая работа, грязь, неустроенность, непрекаянный быт. Герой же повести становится у Некрасова, как и у Льва Толстого, народ, на совесть работавший свое дело и добившийся победы. А еще я хочу предложить познакомиться и вспомнить книгу Бориса Васильева «В списках незначится». Данное произведение показывает читателю, каким мужеством и силой обладает главный герой книги Николай Плужников. Он вел себя довольно-таки свободно, он вел свободную жизнь, пока однажды не оказался в крепости, которую уже на следующее утро атаковали враги. В списках незначился Николай Плужников, а значит, он мог покинуть крепость в любой момент военных действий, но он остался, несмотря на любимую девушку и инстинкт самосохранения. Его характер очень изменился в крепости, он дрался, несмотря на то, что был верен своей родине. Николай был патриотом и примером для будущего поколения. Еще одну книгу я хочу о ней вам сказать. Это книга Елена Ржевская «Берлин-май 1945 года». Великая Отечественная война вела молодого лейтенанта Елену Ржевскую из глубин Великой Отечественной войны. Она присутствовала, участвовала в розыске Гитлера, она присутствовала, когда обнаружили его труп и труп Евы Браун. Здесь представлены уникальные документы, бумаги Бормана, страницы дневников Геббельса, а также протоколы допросов, их приближенных. И все это впервые было опубликовано Еленой Ржевской. Книга построена на документальных документах. И перед вами также представлены книги из серии «Великая Отечественная» и также другие книги. И Василия Быкова, Бориса Васильева, и Гроссмана, и многие-многие другие. У нас много этих книг, которые, конечно, нужно читать, перечитывать, вспоминать эти времена. И вот некоторые из которых книг, о которых мы хотели бы вам сказать. Все дальше и дальше уходит в прошлое «Великая Отечественная война». Это огромная душевная рана в сердцах людей. Память о войне ее не сотрешь. Она вечная. И пока мы помним ушедших от нас, они рядом с нами. А значит, жива связь поколений. Спасибо за внимание.